Корейцы открыли продажи новейшей Kia K5. Самой бюджетной оказалась версия Classic, за которую решили просить чуть меньше, чем полтора миллиона рублей. За эти деньги клиент получит не так уж и мало. Светодиодные фары, шесть подушек безопасности, набор электронных ассистентов, а также кондиционер, круиз-контроль и медиасистему. В качестве приятного бонуса заявлен небольшой пакет теплых опций, в которой включены подогревы форсунок омывателя, передних сидений и боковых зеркал. Для справки, главный конкурент, Toyota, хочет за свою Camry на 200 тысяч больше, так что новый Kia точно привлечет покупателей стартовой ценой. Соплатформенный седан Hyundai Sonata тоже оказался пусть немного, но дороже. За него дилеры сейчас просят 1 миллион 549 тысяч. На ступеньку выше базового — исполнение Comfort. Оно дополнительно имеет двухзонный климат-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и более продвинутую мультимедийку. Можно предположить, что именно этот вариант будет бестселлером российского рынка. Хотя российский офис не поленился придумать и более насыщенные комплектации. Среди них вариации Style, GT Line и GT Line Plus. Все они отличаются оспортивленной внешностью и более производительными тормозами. Кроме того, для двух последних доступен только один мотор. 2,5-литровый атмосферник отдачей 194 лошадиные силы. А вот для всех остальных можно выбрать скромные 2 литра. Прошлым летом Hyundai представила маленький паркетник Venue для США и Индии. А теперь на базе этой модели появился близнец от Kia. Притом новый Kia Sonnet по формату и технике ничем не отличается от Hyundai Venue. У новичка несколько моторов, включая дизель, но привод строго передний. Хотя для тяжелых дорожных условий есть режим, меняющий настройки противобуксовочной системы. У Sonnet свой собственный кузов, но длина неизменные 4 метра. Из-за индийских особенностей налогообложения это самый популярный формат автомобилей. Цены и комплектации пока не раскрыты. Зато объявлено, что Sonnet предложит необычайно широкий выбор опций. Это атмосферная подсветка салона, вентиляция передних сидений и многое-многое другое.